Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы, там есть всё для того, чтобы гораздо быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Не буду их перечислять, вы и так об этом всё знаете. Это первое. Там не хватает только одного, не хватает только системы обогащения урана. Но это вопрос техники. Это вообще для Украины не нерешаемая проблема. Она решается достаточно просто. Что касается средств доставки, то я уже говорил, по-моему, во вчерашнем своём обращении, есть старые ракеты советского производства «Точка-У», 100 с небольшим километров, 110. Я сказал 100, на самом деле это 110 километров. Но это тоже не проблема с учётом компетенции, скажем, «Южмаш», который делал межконтинентальные баллистические ракеты для Советского Союза. Но в чём угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду, потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500, ну и всё, и Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. И мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьёзным образом должны и будем к этому относиться.